На этой неделе в регионе стартовал конкурс «Профессиональная команда губернатора». Слово «профессиональное» здесь ключевое. Участие принимают действующие муниципальные и государственные служащие. Своей силой решили попробовать 32 человека. Задача организаторов – выявить перспективные кадры для включения их в региональный резерв управленцев. Испытания проходят в несколько этапов. Была очень серьезная аналитическая работа над важными программами, документами Ивановской области. В вычленении проблем взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных органов власти была важная аналитическая работа. Это был первый этап. На втором этапе будут предложены очень реальные, практические задачи, проблемы, которые приходится каждый день решать и на которые не так просто найти ответ. Светлана Юхно, начальник отдела экономики и финансов Комитета по лесному хозяйству, даже бросала монетку, чтобы определиться, участвовать ей в конкурсе или нет. Решилась ради того, чтобы понять, не засиделась ли на месте. Хотя в должности руководителя отдела она всего два года. И до профессионального выгорания еще далеко. Наша работа по распределению финансов между подведомственными учреждениями, по сути, заключается в том, чтобы распределить все денежные потоки так, чтобы хватило на выполнение всех мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Потому что вот если завтра не хватит денег на тушение, например, лесных пожаров или на лесовосстановление, то скажут, что виноваты экономисты, потому что неправильно спланировали. Работу в органах исполнительной власти каждый рисует по-своему. Часто очень прибыльной и совсем несложной. Светлана с негативом в свой адрес сталкивалась, но значение этому никогда не придавала. Само слово вот это вот «чиновник», оно уже приобрело какую-то негативную окраску. Приходится сталкиваться, да, но когда объясняешь, в чем заключается наша работа, особенно к лесу все очень хорошо относятся, понимают. Тем более, как бы у всех еще такое складывается мнение, что здесь огромные зарплаты у нас, какие-то такие льготные условия труда. Нет. Обычная работа, работа на пользу. Итоги конкурса подведут на следующей неделе. Последнее слово будет за губернатором. Нужен ему в команде такой человек или нет? В кадровый резерв попадут практически все, кто успешно пройдет испытания. Некоторые кандидаты получат статус общественного советника. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Я думаю, что будут какие-то задержки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова